Бренд это вообще английское слово, да, вы себе вот так записали уже, я смотрю там скопировали, можно сказать, в липчартное название. И переводится оно с английского языка, как широко известная, популярная марка, узнаваемая марка, причем эта марка, как правило, с чем-то ассоциируется. Ну, предположим, да, приведу вам примеры брендов. Вот самый такой наш бренд, это бренд Фаберлик, и я думаю, что он у нас ассоциируется с кислородной косметикой. Сейчас наша компания, правда, становится компанией образа жизни, мы вот, я думаю, что к 20-му году уж точно ей станем, да, программа нашего Алексея Нечаева. Вот, но если, предположим, мы будем с вами искать кислородную косметику, вот именно косметику на основе кислорода, то я думаю, вы без труда скажете, что это Фаберлик, ведь так? Вот, если я вам скажу, Samsung, предположим, да, вы сразу поймете, что я говорю о бытовой технике, об электронике, о каких-то вот таких предметах, как видеокамеры, телевизоры, компьютеры и прочее. Среди людей, вообще в любой области есть очень много брендов, личных брендов, персональных брендов, личностей. Это и политика, и культура, и какое-то искусство, неважно, поэзия, живопись, бренды есть везде. Будь то посуда, я не знаю, двери, окна, везде есть бренды. Если брать политику, да, то вы без труда мне сейчас тоже назовете такой бренд, если я вам буду говорить такие слова, как фашизм, нацизм, жестокость. Кто это? Гитлер. Гитлер, Адольф Гитлер, это типичный бренд, который олицетворяет вот именно вот эту жестокость. Да, если я вам скажу, Барак Обама, это вообще, это мой любимый политик, я люблю его приводить в пример, говорить о нем, то вы без труда поймете, что я говорю о демократии, что я говорю об афроамериканцах и о том, чего они, в принципе, добились. Вот, если говорить о какой-то другой области, предположим, живопись. Пабло Пикассо, экспрессионизм, опять же, да, он такой типичный, яркий бренд. В сетевом маркетинге тоже есть свои бренды. Например, для меня, вот лично для меня, вот такой бренд, это Всеволода Таллина. Может, кто-нибудь знает? Не знаете, да, этого человека? Это вообще миллионер, он сетевик, он миллионер. И для меня вот этот человек, он ассоциируется работой с командой, анализ команды. То есть, если вот я захочу что-то узнать, как мне дальше развивать свою структуру, работать со своей командой, то я, наверное, буду вот искать его тренинги. Вот как-то. У вас в Петрозаводске есть очень хороший сетевой бренд Сергей Лазарев. Знаете его? Знаем. Согласны со мной, да, что вот это, это бренд. Вот для меня это... Тихо, немножко. Ну, у него семья, дети, и у него немножко это. Но на самом деле он вот очень хороший бренд, он очень сильный бренд. Потому что для меня лично, я вот была на двух его тренингах, и для меня лично человек ассоциируется вот именно с этим упражнением «праздник». Это мне вот я так стою, и я немножко, можно я вот сюда встану? Потому что мне кажется, что так... Вот. Вот так вижу всех. Для меня он ассоциируется с упражнением «праздник», с каким-то позитивом. И если я вот так вот захочу чем-то зарядиться, не просто там посидеть, поучиться где-то, то я, наверное, пойду на его тренинг, и для своей команды могу пригласить его, чтобы он их зарядил вот этим позитивом и рассказал, как классно в компании «Фаберлик-то» вообще. Да? Вы согласны со мной? Да, да, да. Вот. Вообще личный бренд, вот лично моя позиция такая, обязан, должен иметь каждый сетевик. Вот кто уже... Ну, знаю, что Галина вот тут присутствует, одна единственная, кто был на моем прошлом тренинге. Развиваете ли вы, Галина, после предыдущего тренинга свой бренд? Да. Ура! Кто-то это развивает. Что такое бренд? Вы должны ассоциироваться с чем-то у людей. Есть что-то, что вы делаете хорошо. Кто-то хорошо проводит проспектинг, кто-то отлично делает мастер-классы, кто-то проводит мероприятия там грандиозные, фееричные какие-то, да. Кто-то знает все о кислородной косметике, кто-то делает прекрасный макияж. Есть что-то такое, что вы, вот каждый для себя, делаете лучше всего. Кто-то к нам идет. Не к нам. Ой, ура, не к нам. Вот смотрите, я лично для себя, я решила, что я хорошо провожу живые выступления. Вот я для себя вот как-то, я так села, подумала, я думаю, вот, наверное, у меня вот это получится. Я люблю это делать, мне нравится это делать, я люблю смотреть на людей, я люблю им что-то рассказывать. Я думаю, что у меня это получится. Но самое интересное, когда я стала своих знакомых опрашивать, говорить им, а с чем вы меня ассоциируете? Вот если я там бренд, если я торговая марка, Светлана Басина, с чем вы меня ассоциируете? Они мне назвали столько вариантов. Огромное количество, но никак не живых. Огромное выступление. И тогда я поняла, что мне надо с этим работать. Вот вы сейчас каждый для себя во своих блокнотах, там, где вы пишете, вы напишите, вот подумайте, что вы такое делаете лучше всего. Вот это не обязательно, Фаберик. Может, вы делаете в жизни что-то такое, прям вот, чай завариваете классно. Так это отлично, будем продавать серию карамель. Мастер-класс ванной, купания, младенцев. Вы для себя сейчас это запишите, жалко, что у вас нет красных ручек. Я вам могу пустить марку по кругу, ой, да, вот у кого-то есть. Вы прям подчеркните, вот тут вот как-то красным надо выделить, вам другая, Света, да. Прям вот подчеркните себе это, поставьте восклицательный знак. Это будет фундамент вашего бренда. Это будет то, что откроет вам новые горизонты вашего бизнеса. Почему вы так отменяете? Я так люблю, на расстоянии не имею. А, все, поняла. Мне так комфортно. Тем более сзади снимают. Вот, понятно. Вы записали? Если я не знаю, что я лучше всего, значит, ничего не делаю? Лучше. Нет, я делаю что-то лучше. Помогите, да. Надо что-то раскрыть. Да, надо раскрыть себя. Что же я делаю лучше всего-то? Что-то вы делаете лучше всего? Вы знаете, что мне сейчас нравится? Вот вас нет ВКонтакте, опять же. Почему же вас нет социальной сети ВКонтакте? Долго не было у нас компьютера. Сейчас все уже. Приобрели. Все есть? Вы сегодня придете сейчас? Ну, еще надо разбираться. Если я залезаю, то все делаю методом тыка. Я вам сейчас объясню, чем мне нравится социальная сеть ВКонтакте. Остальные все есть в социальной сети ВКонтакте, да? Там на стене можно сделать, прикрепить опрос. Причем чем хорош этот опрос, тем, что этот опрос будет анонимный. То есть, если мы вот так подойдем к человеку в лицо и спросим, что ты думаешь обо мне? Вот ты думаешь, что я хорошо продаю? Человек может там, скажем, блин, вроде мы друзья, как-то неудобно сказать, что ты фигово продаешь-то. Он скажет, да, конечно, ты хорошо продаешь. А тут вы можете прикрепить этот вопрос и написать, с чем вы ассоциируете меня? И привести варианты ответов. Там, по-моему, до 10 даже можно ввести вот этих вариантов. И может даже написать другое, чтобы человек в комментариях написал. И поскольку опрос анонимный, то я думаю, люди вам, ваши друзья, те, которые у вас в социальной сети есть, я думаю, что они вам на это просто ответят. Вы поймете, с чем они вас ассоциируют. И, возможно, найдете то, в чем вы сильнее всего. Да, так что вот вы сегодня придете, вы попробуйте. А потом расскажете нам на следующую нашу встречу, что же у вас такое, что у вас такое есть. Поэтому вот вы то, что вы написали, вы прям выделите себе. Это будет ваш фундамент. Это будет то, на чем вы будете строить личный бренд. Ваш. Да, ну давайте вообще вам тут, я смотрю, так не очень все понятно. Почему? Очень понятно. Понятно, да? Ой, ура! Вообще, ура! Вообще, вот наш сетевой бизнес, это бизнес статистики и бизнес отношений. Вы согласны со мной? Да, вот я вот нахожу, что МЛМ. Все знают, что такое МЛМ? Вот перевода не знаю. Мульти-левел маркетинг. Мульти-левел маркетинг. Мульти-левел маркетинг. Левел? Левел. Левел по-английски уровень. Многоуровневый маркетинг. МЛМ. Как МММ, но мы круче, мы МЛМ. Вот, значит, у нас есть статистика. Наверное, вот так вот. У меня клевенькие буковки, но вы там у себя красиво делаете. Да. И есть отношения. Отношения. Я. Ура, написала. Вот. Ну, если мы будем говорить о статистике, то самый яркий пример, вот именно в нашем бизнесе, это, наверное, проспектинг. Ну, и, наверное, не только проспектинг. Я сейчас тут у меня в голове куча уже примеров родилось. Да. Когда мы выходим с вами на работу с холодными контактами, мы же собираем, ну, что делаем? Как можно больше вот этих телефончиков мы собираем. А для чего мы это делаем? Потому что мы знаем, что далеко не все люди подпишутся. Далеко не каждый человек закажет. Только, может быть, какие-то 10%. Ну, если хорошо поработаем, 20%. То есть вот из 50 контактов, ну, 10-то точно мы вот сможем уговорить, купить хотя бы крем. Да. Причем из этих 10 человек только 5 человек заинтересуются вот этим многоуровневым маркетингом. Вы согласны со мной? Вот из тех, ну, у нас. Это очень хорошо. Нет. Они, может, заинтересуются, но только один из этих 5 может идти, возможно, пойдет с нами дальше, станет лидером, будет ходить на обучение, будет также выходить с нами на этот самый проспектинг. Так, то есть мы делаем с вами статистику. Выходя вот на улицу, да, проводя вот эти вот опросы наши любимые. Ну, кто кого-то любимый, у кого-то не очень. Вот. Собирая холодные контакты, телефончики, мы делаем статистику. Ну, так же мастер-классы, да, кстати, приглашаем же мы как можно больше людей на мастер-классы. Говорим, приходите с подругами, берите своих знакомых, коллег по работе, братьев, сестер, всех, всех сюда. Вот. Ну, так же это бизнес-отношения. То есть все у нас строится на доверие. Вы согласны со мной? Что вот лично мой был случай, когда мой наставник выходила на улицу, делала вот те же самые холодные контакты, собрала там вот эти вот телефончики, и буквально вечером мне звонит девушка и говорит, здравствуйте, Светлана, а вы помните меня? Я вот Елена такая-то. Я говорю, да, помню очень хорошо. Она говорит, я хочу в Фаберлик подписаться. Мне сегодня дали на улице каталог, но я решила, раз я знаю вас, и раз мы все время с вами вот сотрудничали как-то я у вас до этого, там, сто лет назад я у вас купила крем для рук, вот. Я решила, что я хочу подписаться к вам. Я говорю, Елена, да, бог раде. Но вот это именно тот момент сработал, когда вот идет доверие. То есть каталог-то может нам дать любой, но мы-то пойдем не к любому человеку. Правильно? И еще мне очень нравится, ну, мы же все с вами, да, мы хотим большие структуры, чтобы нас там были лидеры, такие прям лидеры. Да, а давайте перейдем сейчас вот от сетевого маркетинга немножко вот к обычному предпринимательству, да, просто примером приведу. Допустим, вы владеете парикмахерскими. Вот вы хозяйка десяти парикмахерских в городе. Да, вот у вас все там хорошо, бизнес идет, вы каждый день объезжаете эти парикмахерские, смотрите, кто там что, как работает, и вы захотелись ездить на отдых в Таиланд. Поеду-ка я на месяц отдохну в Таиланде. И вам же нужно, чтобы работа-то в ваших парикмахерских шла, правильно? Соответственно, вам нужно кого-то оставить вместо себя, руководителей. Так вот, какие вы возьмете этих руководителей? Пойдете на холодные контакты на улицу? Да, конечно. Знакомы? Нет, конечно, мы бы спросим знакомых, либо это будут люди-профессионалы, которые мы знаем, что вот это люди-профессионалы, что они вот наш бизнес-то подымут, может, еще даже лучше сделают. То есть мы не будем каждого встречного приводить и говорить там, слушай, вот у меня парикмахерские, может, тут поработаешь? Ну, смешно, да, на самом деле? А как мы делаем в сетевом маркетинге? Приходим на улицу, и человеку с головой, да ты будешь нас директором, пойдем, пойдем со мной. А зачем вам директора в структуру, которых вы не знаете, правильно? Вот. Вам нужны классные люди, вам нужны профессионалы, вам нужны те люди, которые действительно подымут ваш бизнес вот туда, на самый верх, на вершину, как Елена Виктор Яковлева, да, на вершину. Вот. Ой, кстати, Яковлева-то, это наш же бренд Фаберлик. Вот, наверное, вот это самый сильный бренд в компании Фаберлик на сегодняшний день. Я думаю, что такой вот мощный. Так, о чем я? А, я парикмахерских. Так вот. А хотели бы вы, чтобы эти люди, профессионалы, вот эти классные люди, те, которые вот будут расти, те, которые сами захотят расти, приходили в ваш бизнес сами, звонили вам и говорили. Здравствуйте, там, предположим, Катя, я вот хочу быть директором в твоей команде, я хочу работать, я хочу поднимать наш бизнес вместе. Вы бы хотели, чтобы было так? Конечно. Чтобы вы не искали их, они приходили сами. Приходите. Так вот именно бренд. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Да, ну, добро пожаловать. Да. Вот именно бренд, он дает вам возможность, вот именно, чтобы вы самые классные лидеры, шли в вашу команду. Вы ловили мою мысль? Да? Да. Поняли, что надо делать? Что надо делать? Что надо делать, пока да. Пока еще не очень, да, так расплывчато. Но для чего нужно, уже понятно. Да, для чего нужно, мы поняли. Как вот дальше писать-то? И вот, не как мне намного бумаги, я люблю что-то писать. Можно я буду писать? Разворачивайте. Да, можно. Не, просто, что пять листов. Так, как-то, да. Вдруг, не бьют, айдет. Вот, сейчас мы будем писать, пока я его быстро разворачиваю, чтобы он скажет. Преимущества личного бренда. Есть ли у бренда преимущества? Преимущества, я вам уже его сказала, это пассивный рекрутинг. Вы согласны со мной? Есть рекрутинг активный, когда мы ходим на улице, делаем мастер-классы, предлагаем каталоги и все прочее. А есть активный рекрутинг? Ой. Пассивный. Вот это вот как раз активный, это когда мы сами назначаем встречи, а пассивный, это когда люди сами к нам приходят. То есть это как объявление в газете. Продаю гараж, и все звонят. То же самое. Так и мы. Продаем себя, и все звонят. Так, пассивный рекрутинг. Пассивный, господи, сколько слов ты, рекрутинг. Так, второе преимущество. Вот смотрите, мы с вами, как правило, проводя те же мастер-классы, обучения, праздники, презентации и прочее, мы приглашаем же всех подряд. И подруг, и собак, и двоюродную тетю, и хоть кого мы приглашаем. Всех зовем, приходите, хоть кто-то, да, слава богу, кто-нибудь подпишется. Так вот, когда мы работаем с нашим брендом, приходят только те люди, которым это надо. Вот вы сегодня пришли, вам это надо. Вы пришли послушать, те, кому не надо, они не пришли. И вы уже видите, что да, я-то полезен. То есть у вас идет развитие вашей личности, вашей внутренней харизмы, уверенности в себе. Да, как мы это назовем? Мы это давайте назовем те, кому надо. Нет, мы назовем это полезность. Да, вот мне как-то вот полезность, мне нравится. Полезность. Вы там для себя как-нибудь можете расшифровать, что это, чтобы вы потом, допустим, читали, чтобы вы поняли, о чем это, вообще о чем это полезность-то. Третье преимущество. Смотрите, структуры у нас какие. Вот мы подписали в первую линию, предположим, 5 человек. Эти 5 человек подписали еще 5 человек. И те 5 человек, снова по 5 человек и так далее. Так вот, допустим, первые 3-4 уровня мы-то знаем с вами, да, мы их как бы еще так наблюдаем, а вот когда этот уровень идет 6-7, 8-9, как у меня 8 цифр. Что там 8, кто это 8, как оно выглядит, этот человек делает там баллы где-то в Латвии. А я и знать не знаю, кто это, и как выглядит человек. Как мне с ним связаться и вообще. Господи, Боже мой, кто это, кто это? Кто вы? Вы намешаете. Да, Александр. Александр. А ты должен русский. Вот. А ты должен русский. Здрасте. Вот. Так, о чем я говорила? Я говорила о команде, о том, что у нас в команде куча уровней. Так вот, именно развитие бренда помогает нам работать вот именно с теми уровнями, со всеми. Почему? Потому что, когда вы, допустим, ходят все эти уровни на ваш АП, вы вешаете объявление, что я там сегодня провожу такое-то, такое-то обучение. Вам не надо их всех обзванивать. Они знают, что вы бренд, вы лидер, вы дадите хорошее обучение. У вас это получается лучше всего. Они все сами придут. Ну, кому надо опять же. То есть здесь уже не надо звонить там. Маша, пригласи всех своих девочек. Да зачем все ее девочки нам нужны? Нам нужны сильные лидеры, которые оттуда с низов даже придут. Правильно? Поэтому напишем третье. Работа со всей командой. Все можно, наверное, подчеркнуть эти крупными буквами. Вот так я напишу со всей командой. Или со всеми уровнями команды. Дальше продолжим. Я уже там слушаю проблемы. Кроме всего прочего, вы наслышали сейчас такое понятие, направление? Инфобизнес. Кто-то слышал, кто-то нет. Что такое инфобизнес? Это, вот вы, допустим, обладаете какой-то информацией, как репетиторы. Репетиторы есть по математике, по русскому языку, по физике, по информатике. Они, кроме того, что ведут за обычную государственную зарплату уроки в школе, предположим, или где-то в УЗИ, в техникуме, они еще и там на дому занимаются дополнительно с кем-то за деньги. Так вот, инфобизнес – это то же самое. Кроме того, что у вас растет группа, развивается ваша сеть, структура, вам идет процент от вот этого товара оборота. Кроме всего прочего, вы можете продавать свои знания. Вот как я сегодня провожу вам тренинг за 100 рублей. Если, допустим, этот топ-лидер, он проводит какой-то коучинг, он даже берет 1000 рублей в час с человека. 1000 рублей в час. Представляете, сколько мы будем заработать денег? Поэтому вот бренд, он еще дает, здравствуйте, да, он еще дает процент, вот эту вот зарплату, эти деньги от инфобизнеса. Поэтому здесь мы напишем инфобизнес. Кому непонятно слово инфобизнес, вы себе расшифровываете там вот в скобочках, чтобы потом, когда вы будете читать свои записи, вы понимали, что это. Инфобизнес. Нужно что-нибудь придумать, что ли? Или хватит преимуществ? Я вас уговорила? Уговорила, да? То есть, в принципе, вы можете себе, вот именно в зависимости от того, какая сторона у вас сильная, что вы делаете лучше, вы можете себе придумать и пятое преимущество, и шестое преимущество, и седьмое, потому что каждый человек, он индивидуален. Каждый делает хорошо что-то вот свое. В зависимости от того, что он делает, преимущество может быть, знаете, сколько? Целая куча. Так вот, идем дальше. Значит, преимущество мы знаем, да? Теперь давайте будем думать, а как же эти люди к нам будут подходить, вот эти вот сильные-то лидеры? Где мы ее будем брать, вот эту целевую аудиторию? Все сильные лидеры, можно сказать, уже те, кто, да, они уже где-то развиваются в других компаниях. Так вот, на сегодняшний день 20% сетевиков готовы поменять сетевой проект. Почему? Потому что кого-то не устраивает, допустим, маркетинг-план, кого-то не устраивает продукт. И вот мы даже с Галиной ездили в Москву в июне, была девушка, директор Фаберлик, которая до этого была директором, как-то не директор называется, координатором компании Avon. И она даже сняла видео, она говорила, сколько я зарабатываю здесь за тот же брод продаж, сколько я зарабатывала там. То есть для сравнения. И благодаря этому сравнению она к себе перетащила всю свою вот ту структуру, которая у нее была в другой сетевой компании. То есть на сегодняшний день, да, давайте мы как-нибудь, может быть, будем писать, что мы будем писать? Мы будем писать целевую аудиторию, да, наверное, это будет называться. Целевая аудитория. Чтобы вы для себя знали, кому в этот бренд будете раскрывать. Ну и так, тезисно. Значит, в сетевике можно писать 20% сетевиков. Значит, готовы поменять сетевой проект или сетевую компанию. Это могут быть люди, которые пришли, вот допустим, да, кто-то каталог на улице, они стали представителями. А в принципе условий, маркетинга, дохода, они в этой компании не знают, не видят, не получают. Но они что-то умеют, они что-то делают, у них есть какие-то группы, и вы их можете вполне привлечь. Их можете привлечь в свою команду. Если вы сильный лидер, они захотят работать с вами. Это то же самое, как ты поработал, в одной парикмахерской у тебя была зарплата, предположим, 20 тысяч рублей, а в другой ты тоже будешь...